добрейшее время что дорогие друзья с вами икси и 5 по счету миссия за шотландию битва уфал киркмурка называется не бри не примененным артиллерия вашим войскам удалось быстро и незаметно подойти к английским позициям англичане совсем не ожидали вашего появления поэтому и в их лагере царит замешательство и суета у вас совсем немного времени прежде чем они окончательно отправиться от неожиданности и построиться для боя поэтому скорее атакуйте но не теряйте головы даже растерянный англичанин не будет легкой добычей мы разорвем их клочья как ветер вилет клочья тучи кстати говоря невозможный уровень сложности действительно сложно просто постоянно приходится в этой миссии как-то что-то делать до часа увидеть сами все кони кони ребятах сакс каковали не пошла в атаку станьте плотнее пошевеливайтесь если не хотите стать кормом для ворон и лисиц возьмемся крепче за мячи и сделаем из англичан их лошадей колбасу за короля якова за якова так собственно говоря в атаку вот так он но здесь что нужно делать в первую очередь очень многие войска стоят квадратиками на квадратики уступают шеренги скажем так поэтому лучше всего выставлять конечно же войска шеренгой побежали здесь еще ребята мне на помощь войска которыми я не управляю саксы куда же вы мы еще не закончили ребята вперед не давайте им идти не давайте им опомниться дайте волю своим мечам напоить им их английской кровью рубите беспощады им не удражать от нас даже если у них вырастут крылья стоять держать строй да теперь 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 как говорится не бесконтрольная атака макдональдер пьян английской кровью вдушевленные видом бегущих английский солдат пустили след заступающий кавалерии увлеченные примером пылки огурцы других кланов также устремились вперед восстановить порядок не удалось и весь правый фланг вашего войска ринулся в атаку черт бы их побрал пусть центр левое крыло также атакует да хорошо он также такую сейчас мы это сделаем только единственное ребята атаковать надо знаете как атаковать надо с одной стороны с одной стороны допустим вот вот с этой стороны и давайте я все войска какие тут только есть будут отправлять вот именно сюда вот так вот стрелков чуть потому что атака атака по всему фронту она ну скажем так не увенчается успехов это однозначно потому что смотрите все будут воевать друг напротив друга показатели наверняка у компьютера так как уровень сложности невозможный достаточно высок у меня более низкий поэтому они в этом плане имеет компьютер преимущество поэтому надо собрать все свои войска с одной стороны и атаковать именно вот с этой стороны с которой я их соберу с этой стороны так как с этой стороны немножко меньше войск чем с другой поэтому будем вот именно таким вот образом и атаковать вот с этой стороны да они еще подходят они еще сверху подходят подходят подходит а если я буду так как по фронту то будут встречи тут с большим сопротивлением единственное плохо что в этой ситуации то что вот вот эти вот войска смотрите они идут сами неконтролируемые мной до идут в атаку это чё это с акции замешались нет больше сил бежать да не строится для себя сакски драгуны снова строится для таки гайлы стоит строй себя все ко мне волынщик играть бой громче дуй за все сил с королей отправлять кого-то с приказом резерву атаковать вот теперь 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 ребята что происходит теперь вот эти вот войска они уже под моим контролем и теперь им мне надо дать команду отходить отходить сюда сюда подходим отходим 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 никто по ним не стреляет никто все спокойно здесь уже пошла третий ряд до копейщики пошли тут стоят мушкетеры 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 гренадеры шотландские стрелки да там стоят войска очень серьезные и очень мощные давайте тогда мы перри формируем войска пусть подходят так стоп 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 теперь это у нас войска будут вторые а вот это войска 1 вот это 3 и теперь надо их как-то атаковать но таким вот образом чтобы чтобы с флангу чтобы не атаковать их как говорится по всему фронту а частями уничтожать а вот здесь вообще командующий да поэтому я сейчас сейчас пойду вот так вот таким вот макаром первым пойдет в атаку стрелки они будут сносить этих стрелков не побегут мои мученики в битву стрелки пусть пока тут справляются сами видите спокойненько спокойненько они расстреливают подходим опа 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 конница на драгун на драгун на драгун пока сейчас от моих горцев проку наверное нет пока не подошли копейщики вот они копейщики подходят копейщики подходят немного немного тут залагивает мечники в атаку конница 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 возвращаемся конница стреляем 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 конница сейчас конница куда-то пойдет в атаку так чтобы отвлечь кого-то из врагов вот 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 сюда да 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 давайте 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 вот как мы можем прям по фронту по всему идем в атаку и без каких-либо скорее всего проблем мы здесь сейчас победим я хочу сказать я пробовал перед этим атака по фронту она как бы вообще Абсолютно не увенчалась никаким успехом А таким вот образом я теряю даже очень-очень мало людей И казалось бы, вроде бы, да, невозможный уровень сложности А, собственно говоря, победить больших трудностей здесь и не составляет Нужно лишь только, только, ребята, дорогие друзья, более-менее грамотно действовать Это все только в грамотности действий Но, а, вы одержали новую победу Но англичане словно гидро, отруби одну голову И тут же вырастет две новые С юга подошел герцог Камберленский, сын Георга II, Георга А храбрый Блейкни не сдал Стерлинг Даже после поражения Хоули под Фалкирком Ваши войска голодны Голодны и обескровлены А армия герцога Камберленского с легкостью получает самое лучшее снабжение Какое только возможно И не испытывает ни в чем недостатка Вам ничего не оставалось, как увезти свои войска на север Герцог Камберленский последовал вдоль побережья за вами Оторваться от него не получилось А надежды на увенчение, на увеличение сил нет Поэтому придется решиться еще на одно сражение Хорошо Победа? Победа? Я думал еще одно сражение А как же еще одно сражение? В общем, собственно говоря, ребята Вот такая вот, в принципе, незамысловатая битва Оказалась она достаточно легкой Но, как я уже говорил, достаточно просто было применить вот эту вот хитрость Не атаковать фронтом, не идти прям вот всеми войсками в атаку А просто зайти с фланга Ну что ж, на этом я заканчиваю Всем спасибо, всем добра С вами был Алексей, пока-пока